Любопытство и неподдельный интерес к шахматам и шашкам у Вани Климука давно, а вот знакомство с клубом «Черная пешка» произошло всего несколько лет назад. Мальчик выбрал для себя занятие по душе, несмотря на то, что многие его друзья не разделили с ним этого интереса, но родителей поддержали. Я второй семье, кто хотел научиться шахматам. У меня сюда хотел записать папа, потому что он сам учился на шахматах. Я хожу здесь два года, с начала зимы. Я хожу, потому что мне нравятся шахматы. Это игра там, где надо думать, продумывать ходы. В свои десять Ваня делает успехи, как и многие ребята из клуба. За достижение новых вершин отвечает тренер. Именно они готовят воспитанников к соревнованиям разного уровня. Занятия в клубе не только познавательные, но и веселые. Так ребенок лучше запомнит информацию и сможет ее применить, говорят тренеры. Начинается все с простой интересной задачи, которую развлекает ребят. После они решают задания сложнее и изучают новые тактики. А по итогу закрепляют полученную информацию на практике, играя друг с другом. Вы сегодня какой урок проходили? Что за тактика была? Вскрытое нападение. А что это? Можешь подробнее нам рассказать? Это когда какая-то фигура, либо ферзь, либо ладья, или слон. И здесь, например, стоит ферзь, а здесь ферзь. Мы ходим, делаем ферзь, и образуется такая угроза. И вас учили эту угрозу избежать или создавать? Создавать. Итак, на каждом занятии попробовать создать угрозу для противника, решить, как победить за короткое время или чем пожертвовать, чтобы не проиграть. Нюансов много, и все требуют логического мышления. Удержать внимание малышей на протяжении часового занятия непросто, поэтому организаторы экспериментируют и проводят разные виды уроков. В нашу школу очень часто приезжают довольно известные шахматисты, проводят мастер-классы, лекции. Например, нас посетил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, чемпионка мира Анна Музычук. Сильнейшие белорусские шахматисты приезжали, например, Сергей Живолко. В том числе и я являюсь мастером спорта по шахматам. Они проводят, кроме того, когда был карантин, в школы многие дети не ходили, мы тоже нашли такую форму занятий, как онлайн занятия. То есть у нас проводятся занятия с помощью цифровых технологий. Бытует мнение, что шахмат и игра намного интеллектуальнее шашек, но это ложное убеждение. На самом деле из-за большого количества шашек число возможных вариантов развития игры в разы больше, чем у шахмата. Потому не стоит заблуждаться и думать, что любители сыграть партию в шашки не дотягивают до уровня шахматистов. К слову, совершенно не важно, во что вы любите играть больше. Обе они принесут пользу. Польза от шахмат огромная, она неоспорима. Шахматы – древняя игра, которая помогает детям развивать логику, внимание, усидчивость, математические способности. Абсолютно все родители отмечают, что дети со временем начинают лучше учиться в школе благодаря шахматным занятиям, умеют концентрироваться. Шахматы воспитывают характер, силу воли. И самое главное, что детки находят здесь новых друзей интеллектуалов. Оттачивать мастерство игры в шашки и шахматы можно всю жизнь. Главное, чтобы вам это приносило не только пользу, но и удовольствие. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.